22 апреля. Дочка у меня родилась. Ольга. Отправлять дочь в гости к бабушке? Ну, видимо, или нет? Здравствуйте, Юлия. Меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Огромное спасибо вам за возможность задать вопрос. А самое главное – услышать много полезной информации. Пожалуйста. Здоровья вам и вашим близким. Процветания вашей деятельности. Огромное спасибо. Низкие поклоны вам здоровья и крепкой семьи. Наши доченьки 2,8. Роды Кесарева. Воды были зеленые. Переходила неделю. Показаний Кесарева не было. Плод мало шевелился перед родами. Ждать уже времени не было. По здоровью все хорошо. Носим очки. Ходим в сад с 2 лет, с октября. Адаптация прошла хорошо. Может с утра сказать, что не хочет в сад, но не плачет. Не успеваю иногда раздевать в саду, как она уже заглядывает в группу и бежит. Прелесть вообще. Прямо бы всем такой адаптации. До этого ходили в развивающий центр. А, ну, потому что была как бы дополнительная подготовка. Примерно с года. 4 месяца потом был перерыв, так как группу закрыли. Мы ушли в другой центр. Дочка много всего знает. Цвета, формы, четвертый лишний и прочее. Считает в пределах пяти. Любит книжки. Рассказывает небольшие стихи наизусть. Ходим на спектакли в кукольный театр, в зоопарк, в детский развивающий центр, где она прыгает на батуте, лазает по лабиринтам и так далее. Я с ней стараюсь заниматься. Она и сама просит. Пойдем заниматься. И тянет мне за руку. Правда, с выходом на работу времени не хватает. Ну, все нормально. Но я все бросаю и иду с ней. Характер упрямый. Папу, естественно, да, по-другому не может быть. Но истерик не закатывает. Покапризничать может. Стараюсь ей все объяснить общительное. Но играет не совсем на детской площадке. Мы никогда не расстаемся. В марте я ездила в Москву. Она была с папой. Все хорошо. Про меня даже не спрашивала. Меня не было сутки. Мало. Больше мы никогда не разлучались с ней. Садик закрывается на июнь месяц. А мы работаем. Бабушка с дедушкой. Мы родители. Просит привезти внучку к ним на лето. На июнь. Деревню. Живут они 500 километров от нашего города. Далеко. Если мы отвезем, то приезжать на выходные не сможем. Получается, я приеду только после 20-го числа и останусь до конца лета с ней там. Вопрос заключается в том, не будет ли для ребенка травмы. Это такая долгая разлука. Вообще никто не знает. Вообще. Но судя по тому, что легко вас отпускает. Можно только предположить, да? Предположение сделать. Что легко прошла адаптация. Легко вас отпускает. С папой остается. Можно предположить, что и здесь будет все гладко. Но это предположение. А там даже ребенок сам не знает, как он среагирует. Может, как у меня-то депрессуха. Меня после колледжа на месяц отправили в Пушкинский район. В детский сад. Вот, в выездной детский сад. И я стрессоустойчивый человек. Я этот интроверт, которому компания не нужна. Бабушка особо не скучала. У меня через три недели реально истерика началась. Чего я от себя не ожидала. Это слезы. И реально я хотела домой. Я настолько истерила, что меня отпустили домой. И я поехала раньше времени, не доработав практику. Бог знает. Я от себя не ожидала. Я думала, что сейчас ура, ура. Наконец-то я из дома вырвалась. Месяц, месяц. Одна себе предоставлена. 18-летняя. Вот ты тебе. Истерика началась. Не отложится ли у дочки, что ее бросили? Если будете по скайпу, по ватсапу, где там видеосвязь, возможно, общаться каждый день, я думаю, что нет. Передавайте привет. Говорит, как я тебя люблю. Она вам будет рассказать. А я сегодня кур кормила. Там от гусей убегала. Тут морковку дергала. И вы будете всем этим интересоваться, что она в течение дня дела. Я думаю, что нет. Не отложится. Так, не будет ли в будущем деревня ассоциироваться с местом, где ее оставят? Если там будет хорошо, не будут бабушке и дедушке воспитывать, ничего неприятного не произойдет. Всякое может быть. Там может быть хлопоснуться с горки, получить какой-нибудь шрам, да, не дай бог. И просто вот деревня ассоциируется вот с этим вот в голове у ребенка. А если все гладко, а может быть и нет. Да нет, классно деревня. А может и нет. Главное, чтобы там было друзья, весело, речка, бабушка с дедушкой. Действительно, бабушка с дедушкой, а не педагоги-воспитатели. Представляю, что там курица и яйца свои. Да, 2,8. Представляю, что там какое число будет? Ну, это взрослые, это тебе курица и яйца. 2,8, но если там есть курица и яйца, то это, конечно, будет очень классно. Молоко, да это, блин. Ну да, да, если ей будет чем заняться, и, говорю, бабушка не будет там прессинговать, и вы будете звонить, интересоваться, вам будет рассказывать. Должно все нормально произойти. Да, никто не знает, что пока не попробуешь. Да, никто не знает. Так, ассоциирование с другим местом, где ее оставят. К сожалению, других вариантов нет. Все, вот вы говорите, других вариантов нет. Значит, делаем, делаем спокойно, душой и сердцем. Радуемся за ребенка, что он будет в ягодах, в свежем воздухе, с бабушкой, с дедушкой, на блинах, на коровьем молоке свежем. Значит, так вот и пойдет. К сожалению, других вариантов нет. Как отправить дочку в деревню? Пока нет. Бабушка с дедушкой, она очень любит, и это единственная внучка. Общается по скайпу. Прекрасно. Не балуйся. Бабушка к нам часто приезжает зимой, так как Вера болела, сидела с ней на больничном. Больничке. Сидела с ней на больничке. Бабушке только свистни, она уже тут. Но и к нам бабушка приезжала, приехать на ее не может, так как огород, конечно, не бросишь. Прошлое лето мы с дочкой гостили в деревне два месяца. Она помнит, что ездила на речку купаться, какого цвета машина у дедушки. Сам яркий вспоминай. Господи, да отпускайте, и сами отдохнете. И мать веселая будет, и дочка, это класс. Я каждое лето раньше тоже детей всех вот в Марьино всех отвозили. Да, вот я съезжу, через месяц только вернусь. Все счастливы, довольны, никогда вообще ничего не было. Ой, мам, зуб с моего вывалился. Ой, тут садина получила, ой, тут свалилась, ой, тут сельские волосы ободрали. Все здорово. Посоветуйте, как подготовить дочь, как ей объяснить. Или срочно искать другие варианты. Заранее спасибо, извините за большой текст. Не ищите никаких вариантов. Бабушка, дедушка, родственники – это самое лучшее, что может быть и природа. И как объяснить? Так и скажите спокойно. Спокойно скажите. Бабушке, едем, ура! Даже не спрашивайте ничего. У вас нет другого выхода. Когда нет другого выхода, вы не спрашиваете. А поедешь ли к бабушке? Не даете даже почву для размышления. А то она сейчас зацепится за ваш извиняющийся тон. Несчастные такие бровки домиком. Ура, ты к бабушке едешь. Круто, как я тебе завидую. Я вот закончу работу, тоже к тебе приеду, будем ягоды собирать, кур кормить, в речке купаться. Ой, как же здорово! Как я тебе завидую. Что соберем? Ну-ка давай, давай медведя твоего возьмем. Там, допустим, подушку твою любимую возьмем. Вот. Посыл, эмоции. И все. И она у вас полетит вперед в вас туда, на эту деревню. Класс, здорово. Хорошо вам отдохнуть, а вам хорошо поработать. 22 апреля у меня в этот день дочка родилась. Ольга, ответили. Продолжение следует...